В прошлом году Ленинский район был среди отстающих в рейтинге муниципалитетов в сфере организации доступной среды для инвалидов. Сегодня, подводя итог работы за прошедшие полугодия текущего года, Дмитрий Волков отметил, сделан большой шаг в этом направлении. И все же есть учреждения социальной направленности, где вопрос доступности либо вовсе не решен, либо решен не до конца. На координационный совет, как отметил первый заместитель главы муниципалитета, явились не все. Некоторые руководители проигнорировали встречу. Если кто-то думает о том, что мы здесь собираемся для галочки, такого не будет. Я это уже насмотрел в том году, когда увидел всю эту красную зону. Четкий, ответственный контроль за каждым. Все знают руководители отрасли. Соответственно, протокол пометьте до 1 сентября, там где вот средства выделены, все в курсе. Я знаю, что уже все в работе и культура, но до 1 сентября ставьте срок, мне просьба, чтобы все эти работы были завершены. Если мы в этом деле безответственно подходим, я сейчас право ФСС, нет докладчика, как это все договариваться? Или кто-то думает о том, что он неподвергностно администрации и может себе позволить что-то? Заместитель начальника управления социальной защиты населения Андрей Миков отметил, что современная доступная среда – это не только пандусы. Внедряются новые средства, помогающие инвалидам вести полноценную жизнь в обществе. Это и тактильные таблички, и знаки доступности, и автоматическое открывание дверей, и много чего еще. Это и пандусы, и подъемники, где живут и двори, и колясочники, и люди с ограничениями опорно-двигательного аппарата. Тактильные направляющие, таблички с информацией. Тем не менее, губернатор считает, что этого пока недостаточно. И он ставит задачу в течение ближайших лет войти в пятерку лучших регионов. В конце своего выступления Андрей Миков отметил, что строить безбарьерную среду необходимо для себя, ведь она нужна не только инвалидам, но и пожилым людям. Среди докладчиков были представители разных сфер. В здравоохранении отчитались, их объекты условно либо частично доступны. Только третье отделение хирургии, где проводится капитальный ремонт, пока в минусе. Но по его окончании этот вопрос решится. Начальник отдела потребительского рынка районной администрации Надежда Макарова в своем выступлении отметила как положительные места, так и недочеты. Самый крупный торговый комплекс города, курс, в данный момент далеко не соответствует требованиям доступной среды, хотя и там началась работа. В июне текущего года мы наконец-то нашли какое-то общее понимание, и на прилегающей территории, к торговому центру, территории проведена работа по подъему уровня покрытия, доступного движения инвалидов на колясках в зоне оказания услуг. Следующий этап – установка предупреждающих и направляющих тактильных знаков на входной зоне. На совете также обсудили состояние объектов спорта и культуры. О них доложил начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту Моисей Шимаилов. Мы уже перешли на другой уровень немножко, от пандусов и всего прочего. Татьяна Викторовна здесь. Мы сейчас на выделенные средства хотим там уже электронные системы. Да, мы уже на другой уровень сейчас пойдем. И у нас будет, на мой взгляд, неплохой показатель. Самую объективную оценку доступности социальных объектов могут дать те, для кого создается доступная среда. Особую благодарность я хочу выразить другу, которая сейчас проведена, к нашей больнице для любовидящих, где нам делают операции. До 1 сентября все социально значимые объекты, по словам Дмитрия Волкова, должны соответствовать нормам.